Некоторые эксперты уверены, что сейчас позиции нашей страны на Ближнем Востоке сильнее, чем это было даже во времена СССР. Во всяком случае, сторонников у нас там сейчас наверняка больше, потому что и политику Россия проводит менее прямолинейную и более гибкую. Сейчас к нам присоединяется репортер только в Дня Алексея Петрушко. Леш, ну вот в Сирии какая-то парадоксальная ситуация складывается. ИГИЛ побежден, наши свои войска выводят, а американцы вроде домой-то и не собираются. Но у Белого дома похожа какая-то своя особенная война в Сирии. Вот помните, с чего все начиналось? Не с головорезов. ИГИЛ вообще-то был потом. А сначала было требование, Асад должен уйти. Потом интервенция американцев, несколько лет бессмысленной войны и чуть было неустановление халифата. А теперь, после разгрома боевиков, некоторые западные СМИ со ссылкой на американских чиновников уверяют, что Белый дом согласен потерпеть до перевыборов Асада в 21-м году. Быть может, тогда соберутся с вещами на выход. Конечно, это не уступка. Дамаск, благодаря России, контролирует сейчас почти всю территорию страны. В том числе и ту, которая раньше занимала правильное с точки зрения американцев оппозиция. На фоне разгорающегося конфликта среди арабских лидеров, вызванного решением Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, Владимир Путин усиливает свое преимущество, чтобы восстановить влияние России на Ближнем Востоке. И впрямь, если Путин, как пишут сегодня западные издания, работает на мир, то Трамп такое ощущение на разжигании конфликта. Дональда Трампа не столько беспокоит международное право, его не так уж волнует, как страдают палестинцы. Это все касается его самого и его друзей. Дональд Трамп придумал этот банальный, бесполезный слоган, что Америка в первую очередь, в реальности в первую очередь, Трамп и его друзья. Не так себе представлял Запад этот исторический день. Ведь пять лет назад, по крайней мере за океаном, всем казалось, когда Ассад будет свержен, в Сирию на личном самолете прилетит американский президент. А в итоге прилетел российский. И встречал его именно тот, из-за которого вообще-то все и начиналось. Путин хочет объявить о своей победе и не только в военном отношении. Он хочет закрепить свою роль лидера международной дипломатии. А ее главное достижение – возвращение России на мировую арену в качестве игрока, равного Соединенным Штатам. Американцы в Сирии остаются на севере, который расквартирован курдами. И тех же турков это раздражает значительно больше, чем президент Ассад, которого поддерживает Россия. Эрдоган хотел поучаствовать в разделе Сирии, хотел торговать с ИГИЛом нефтью. Но Обамы сейчас нет, Ассад наоборот есть. С Россией теперь договариваются даже американские союзники. Те же Саудиты или, например, Катар, который после разгрома Ассада вообще-то планировал тянуть через Сирию газопровод в Европу. Но, впрочем, как заявил сегодня Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, визит Путина на Ближний Восток – это часть давней политики России, а не заполнение вакуума влияния. Спасибо, это был наш репортер Алексей Петрушков.